МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Болотных сапогах вынуждены выходить на улицу жители микрорайона Пальмира. Из-за отсутствия ливневой канализации на дорогах постоянно образуются огромные лужи. Вода подбирается к домам и заполняет дороги. Проблеме уже не один год, и жильцы близлежащих домов обращаются в нашу редакцию не в первый раз. Почему ситуация все еще не сдвинулась с мертвой точки, разбиралась моя коллега Наталья Ханбабаева. Жители микрорайона Пальмира в отчаянии. Говорят, устали бороться с источными водами. Из-за отсутствия ливневки они не могут выйти на улицы. Вода затапливает и дворы частных домов. В зимнее время невозможно добраться на работу и учебу, жалуются горожане. В теплую же погоду смрад стоит на весь квартал. После прогулки дети возвращаются домой все в грязи. Но это не самое страшное. Экологическая ситуация влияет и на здоровье жителей микрорайона, рассказывает Гульмира Бабакишиева. Дело в том, что наши дети болеют кишечной инфекцией, дизентерии. Часто я своих детей уже после дизентерии, буквально прошло пару месяцев, мы заболели острой кишечной инфекцией. Лечимся дома. Наши дети пропускают занятия по счету этого. Приходят все грязные, пояс в грязи, в этой грязной воде. Жители этих улиц в пригороде Махачкалу утверждают, что местные власти знают о проблеме. Но действенных мер до сих пор не предпринято. Они неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой сделать канализацию. Но сейчас люди просят хотя бы очистить накопившиеся стоки в люках. Этот люк с центральной канализации. Видите, какой он забитый? То есть получается с наших улиц все сюда направлено. А отсюда уходит по канализации в город. Он забитый, его чистить надо. Был момент, мы скинулись деньги тоже, очистили его. Но постоянно мы не обязаны его скинуться. Правильно? В управлении ЖКХ города говорят, что микрорайон Пальмира – это бывшее дачное сообщество. После получения статуса поселка городского типа система не была модернизирована. При отсутствии централизованной системы в микрорайонах необходимо предусматривать автономную систему сбросов канализационных стоков. То есть это устройство выгибной ямы Шамбо, либо септик-контейнер. Данные, получается, требования не были выполнены местными жителями. То есть самовольно были проложены канализационные линии. Все это выводилось на рельеф местности. И при выпадении атмосферных осадков все это выбивало наружу. И, соответственно, появлялись антисанитарийные условия. Однако проблему решить можно. В рамках республиканской инвестиционной программы в этом году планируется разработка проекта реконструкции ливневой системы. Строительство же начнется только в следующем году. А пока резиновые сапоги и неприятный запах остаются спутниками жителей микрорайона. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзев, телеканал ННТ, Махачкала. Задержан глава Цунтинского района. Оперативные мероприятия в отношении Шамиля Магомедова начались еще в воскресенье. Сотрудники Республиканского управления ФСБ России ведут допрос по делу о взяточничестве. По предварительным данным, чиновника могут обвинить в серьезных хищениях. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Большая несанкционированная свалка выявлена близ села Маджалийско-Этакского района. Управление Россельхознадзора по Дагестану обнаружило токсичный строительный и бытовой мусор на землях сельхозназначения. По мнению ведомства, причиной появления свалки стало отсутствие муниципального контроля. В отношении администрации села составлен протокол. Дагестанцы за три последних месяца заплатили около 2 миллиардов рублей за потребление электроэнергии. Это больше, чем в прошлом году на 24%. То есть сумма превысила почти на 380 миллионов рублей. Но несмотря на это, проблема низкой платежеспособности в республике остается актуальной. Об этом сообщили в филиале Россети «Северный Кавказ» Дагенерго. На борьбу с саранчой в Дагестане потратят больше 20 миллионов рублей. Вредители будут уничтожать химическими препаратами. Зараженная площадь составила около 75 тысяч гектаров. Это в Ногайском, Кизлярском, Тарумовском и других районах республики. По информации Минсельхоза Дагестана, ведомство уже приобрело почти 3 тысячи литров. Химической жидкости еще 6 тысяч закупят дополнительно. Более 60 женщин-военнослужащих Каспийской флотилии примут участие в военном параде. Торжество пройдет на главной площади города Каспийска во знаменовании 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В состав сводного парадного расчета войдут офицеры, сержанты и рядовые прекрасного пола. Также среди военнослужащих женщин будут связисты, медики, психологи, представители поисково-спасательной и парашютно-десантной служб. Всего в параде победы в Каспийске примут участие порядка полутора тысяч военнослужащих. По улицам города пройдут более 30 различных видов вооружений и военной техники. Парадные расчеты проводят ежедневные тренировки с исполнением песен, отработкой строевых приемов и синхронностью действий. Свыше 50 тысяч дагестанцев прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день самую большую активность проявляют жители Докуспаринского и Хунзахского районов, а также Бештинского участка. Низкие показатели вакцинации в Хасавюрте, Буйнакске и Акушинском районе. Накануне в Буйнакске для детей-медиков провели театрализованное представление. Мероприятие организовал профсоюз работников здравоохранения Дагестана. На сцене актеры Дагестанского театра «Кукол» показали постановку «Красная шапочка». Посмотреть живую сказку пришли более тысячи детей с родителями. Красочное представление не оставило равнодушными никого. Яркие эмоции, счастье, радость, веселье, увлеченность – это все демонстрировали наши дети, которые от самых маленьких до детей, которые постарше, абсолютно были вовлечены в этот процесс, происходящий на сцене. Надо отдать должное театральной группе, которая с таким энтузиазмом и артистичностью рассказывала сказку. В рамках акции «Профсоюз детям» было организовано три показа. Медицинские работники выбирали удобное для себя время, и мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Нам очень все понравилось, особенно деткам. Они в восторге от всего. Спасибо вам большое. Республиканский этап конкурса педагогов дошкольного образования стартовал в Махачкале. Торжественное открытие мероприятия «Воспитатель года Дагестана-2021» прошло в детском саду номер 20. Конкурс стал традиционным. Он проходит с 2004 года и уже в 17 раз. Участие в этом году принимают победители муниципальных этапов из более чем 40 садов республики. Всего будет шесть призеров. Одно первое место, два вторых и три третьих. Победители определят в эту субботу. По словам организаторов, все педагоги уже стали лучшими для своих воспитанников. Конкурс же призван тиражировать передовое педагогическое мастерство и налаживать коммуникативные связи между педагогами. Цель – обобщить передовой опыт воспитателя. Они здесь делятся своим опытом. Такое общение, живое общение педагогов со всей республики, лучших педагогов, живое общение. Очень положительные отзывы бывают каждый год. Это как семья сплачивается, вся группа участников друг друга поддерживает на мастер-классах. Очень активно помогают своим. Они вроде бы и соперники, но это очень такой конкурс, который сплачивает весь педагогический бомонд республики Дагестан. В Дагестане ожидается засушливая погода. Об этом рассказал главный синоптик республики Абдулгалим Дадашев. Уже несколько дней наблюдается значительное потепление. И если сегодня температура воздуха 18-20 градусов, то к концу месяца достигнет 28. Вторая половина весны сохранит наблюдаемую на сегодняшний день тенденцию к потеплению. Самым жарким периодом в столице Дагестана ожидается конец июля – начало августа, когда температура воздуха будет достигать 39 градусов. Лето нынешнего года ожидается сухим, ну как и весна. А в целом лето в Махачкале, можно сказать, в соответствии с климатической нормой, ну чуть прохладнее, чем в 2020 году по температуре режима. Особенно это касается май, июнь, без аномалий, без резких перепадов температур. Единственный достаток – осадков почти не идет. И о спорте. Чемпион мира по боксу Муслим Гаджи Магометов выступит на международном турнире Кубок губернатора Санкт-Петербурга. Соревнования в северной столице страны стартовали сегодня и продлятся по 24 апреля. Для дагестанского спортсмена турнир станет своего рода проверкой сил перед Олимпийскими играми. Сообщается, что соперниками лидеров российского бокса станут ведущие атлеты из более чем 15 государств. Предварительные поединки в категории до 91 килограмма, где выступает Муслим Гаджи Магометов, начнутся уже завтра. Смотрите наши выпуски также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи.